В соответствии со статьей 98 закона Республики Арцах, регламент Национального собрания отставка президента республики вступает в силу в течение трех дней с момента представления в Национальное собрание. Заместитель председателя НС Гагик Багунс разъясняет также 100-ую статью закона Регламент НС и вытекающие из нее процессы. До выборов президента есть ограничения по части полномочий председателя НС, принявшего на себя полномочия президента. Согласно закону, во время военного положения, если должность президента остается вакантной, в течение от трех до шести дней после объявления об отставке в НС состоится процесс выдвижения кандидатов президента. С 4 по 7 сентября планируется выдвижение кандидатов, а с 8 по 11 сентября состоятся выборы. Если ни один из кандидатов в первом туре не наберет две трети голосов депутатов 22 голоса, то состоится второй тур выборов, в котором примут участие первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. В случае невыполнения выборов парламенту предоставляется второй шанс на выборы в семидневный срок. Кстати, президент республики не имеет права распускать национальное собрание до конца срока своих полномочий, то есть до 21 мая 2025 года. Президент республики Арцах Арей Крутзням представил новоназначенного государственного министра Самвелла Шахраманьяна, членом правительства, руководителем других органов государственного управления, руководящему составу судебной системы. Глава государства выразил благодарность коллегам за совместную работу, представил причины своей отставки. Отметив, что период до избрания национальным собранием нового президента является очень ответственным, Арей Крутзням подчеркнул, что его преодоление и осуществление смены власти законным путем имеют важное значение для сохранения государственности. Арей Крутзням призвал коллег трезво оценить ситуацию и поддержать новые власти в вопросе преодоления создавшейся в стране гуманитарной катастрофы и противостояния возможным внутренним и внешним вызовам. Президент выразил признательность Гургену Нарсисяну за то, что он взял на себя ответственность системе государственного управления, сложный для страны период, и Самвеллу Шахраманьяну за принятие предложения занять пост государственного министра в этот тяжелый исторический период. Представители Международного комитета Красного Креста посетили троих молодых людей из Арцаха, похищенных азербайджанскими силами 28 августа с моста Хакари. Об этом сообщил руководитель коммуникационных программ делегаций Комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуни. Встреча состоялась 30 и 31 августа. Им была предоставлена возможность связаться с семьями, отметила она. Сегодня 11 пациентов из Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Республики Арцах вместе с сопровождающими для получения неотложной специализированной медицинской помощи при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста были доставлены в специализированные медицинские центры Республики Армения. В Минобъединении Аревик на данный момент стационарное лечение получает 36 детей, 9 находятся в неонатальном и реанимационном отделении. В Республиканском медицинском центре стационарное лечение получает 97 пациентов, 6 пациентов находятся в реанимации, двое из которых находятся в критическом состоянии. Утром 1 сентября, начиная с 7.50, Азербайджана открыла интенсивный огонь в направлении армянских позиций, расположенных в направлении Сотка. Информацию распространило Министерство обороны Армении, подчеркнув, что для очередной провокации Азербайджан подготовил информационную почву еще 31 августа, периодически распространяя дезинформацию. Через несколько минут после первого сообщения оборонное ведомство Армении сообщило, что в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, вооруженные села Азербайджана, помимо стрелкового оружия различного калибра, используют также минометы. Позже стало ясно, что в результате обстрела азербайджанской армии в направлении армянской позиции, с армянской стороны два погибших и один раненый. По состоянию на 11.20 интенсивность снизилась, однако с целью продолжения очередной провокации, начавшейся утром, азербайджанская пропагандистская машина распространила ложную информацию о том, что вооруженные силы Республики Армения концентрируют в районе Сотка большое количество вооружений, военно-техники и личного состава. Позже стало ясно, что в результате мониторинга соответствующих подразделений вооруженных сил Республики Армения на Сотском направлении зафиксированы меры сосредоточения военной техники и дополнительного личного состава вооруженных сил Азербайджана. Видео, подтверждающее это, Минобороны Армения опубликовала через несколько минут после официального сообщения. По состоянию на 12.25 подразделений вооруженных сил Азербайджана открыли огонь и стрелковое оружие в направлении армянских позиций, расположенных в районе Норабака. В районе 12.50 вооруженные силы Азербайджана применили БПЛА и миномет в направлении Сотка. По состоянию на 13.30 подразделений вооруженных сил Азербайджана продолжили ввести огонь и стрелковое оружие и минометы в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка и Норабака. По сообщениям Минобороны интенсивность огня вновь начала снижаться около 14.15. По состоянию на 15.15 ситуация не изменилась. Снижение интенсивности огня сохраняется. Около 16.00 Министерство обороны обновило информацию. Число жертв с армянской стороны достигло трех. Два человека были ранены. Позже стали известны имена погибших. Андроник Аршакович Антониан, Арсен Александрович Макарчан, Вачаган Сароевич Вартанян. По состоянию на 17.30 ситуация на передовой относительно стабильная. 1 сентября впервые без цветов, без роскоши и без приподнятого настроения. Не обращая внимания на все проблемы, как коллектив школы, так и родители попытались придать праздничное настроение всем посещающим школу детям. День особенно важный для первоклассников. Первый звонок прозвучал для них, ознаменовав начало нового учебного года. Министр образования, науки, культуры и спорта поздравил первоклассников школы номер один Степанакерта. Нурайр Макарчан придает важность миссии педагогов, особенно в этот тяжелый период. В Арцахе сегодня в школу пришли в основном первоклассники. Остальных будут ждать в школах 4 сентября. Председатель Национального собрания Республики Арцах Давид Ишханян направил послание по случаю Дня знаний. Каждый момент нынешней борьбы – это открытый урок для всех нас, урок жизни, урок идей о том, как жить достойно, как не преклоняться перед житейскими проблемами ради идеи. В этих условиях блокады Арцаха я призываю занять ответственную позицию, удвоить усилия по преодолению трудностей, эффективному решению проблем во имя завтрашнего Дня Арцаха, во имя благополучия и безопасной жизни каждого из нас, говорится в послании председателя парламента. Продолжение следует...